Когда в Польше перестанут носить маски на улице? В Польше активизировались банковские мошенники. Будьте осторожны, чтобы не потерять деньги. Последняя неделя, чтобы отправить налоговую декларацию. В Польше сделали 10 миллионов прививок против COVID-19. Трое украинцев и поляк спасли жизнь человека. А также мы поговорим о других интересных событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! К концу мая в Польше могут отказаться от ношения масок на улице. Сроки озвучил министр здравоохранения Адам Недельский. Он предполагает, что это случится ближе к концу мая. Министр считает, что начало июня – это реальное время для снятия других ограничений. Он назвал предполагаемый порядок снятия ограничений в различных отраслях экономики. Так, возвращение к нормальности будет постепенным и региональным. Образование и восстановление в очной форме приоритетно. Первыми на учебу вернули школьники первых-третьих классов, а к концу летних каникул все остальные. Сфера услуг может рассчитывать, что откроется одна из первых – парикмахерские салоны красоты, затем отдельно стоящие строительные магазины, а после отели. Последние в списке – гастрономия и фитнес. Недельский подчеркнул, что решение об открытии этих заведений будет принято не скоро. Министр также намекнул, что летние террасы могут быть открыты намного раньше, чем полное возобновление работы кафе и ресторанов. Напомним, гастрономическая сфера может работать только на вынос с конца прошлого года, и многие рестораты терпят большие убытки и находятся на грани банкротства. Польские банки предостерегают от мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков. Это грозит потерей ваших денег. Банки призывают обратить внимание на любые сообщения от неизвестных вам лиц, выдающих себя за покупателей на портале продаж или аукциона, где вас просят нажать на ссылку и ввести данные. Отмечается, что мошенники действительно хотят получить конфиденциальные данные для входа и авторизации транзакций или данные платежной карты клиентов. Мошенники, выдающие себя за сотрудника банка, могут попросить клиентов предоставить конфиденциальные данные, загрузить из магазина Google Play и установить на телефон, планшет или компьютер приложения, например, TeamViewer, QSupport или AnyDesk. В свою очередь, нажав на ссылку с сообщением от неизвестного отправителя, мошенники требуют предоставить конфиденциальные данные карты. Так что будьте внимательны, чтобы не потерять свои деньги. В Польше завершается кампания подачи налоговых деклараций. Последний день – 30 апреля. Осталось всего несколько дней, так что торопитесь. Иностранцы, которые являются налоговыми резидентами Польши, также обязаны подать декларацию. Польша считает иностранца, прожившего в стране более 183 дней, резидентом. Подать ПИД необходимо, даже если на данный момент они не имеют работы или выехали из Польши, особенно если планируют вернуться в Польшу. Иначе можно получить крупный штраф от налоговой. Чтобы проще заполнить декларацию ПИД-37, необходимо иметь от работодателя декларацию ПИД-11. В ней указывается годовой доход работника, отчисление на социальное и медицинское страхование. Подать декларацию можно в несколько способов. Бумажную заполнить вручную и отправить по почте, онлайн, твой ЕПИД или с помощью специализированных программ. Трое граждан Украины и поляк на отдыхе спасли человека. Компания друзей выбралась на отдых в лес. Во время досуга они заметили, что на холме на дереве кто-то висит. Ребята, не задумываясь, бросились спасать человека. Они схватили его, освободили от петли, а затем осторожно положили на бок. Мужчина изначально не подавал признаков жизни, но через некоторое время у него появилось дыхание. Они позвонили на 112 и вызвали скорую. Объяснить, куда приехать спасателям было сложно. Диспетчер попросила выйти на главную дорогу и направить бригаду скорой помощи. Это сработало. Приехали медики и потенциальный самоубийца был доставлен в больницу. Пресс-офицер полиции в Картузах Петр Гданец поблагодарил отдыхающих и заявил, что их героический поступок будет безусловно отмечен. В Польше сделали более 10 миллионов прививок от COVID-19, заявил представитель правительства по вопросам вакцинации. По заявлению премьер-министра Моровецкого, к концу июня в планах ввести препарат более 20 миллионов раз. Темпы вакцинации в Польше ускоряются, и власти призывают население регистрироваться. Регистрация доступна несколькими способами. Позвонив на горячую линию 989 через интернет или отправив смс-сообщение на номер, который вы видите на экране, либо непосредственно в пункте вакцинации. Напомним, что некоторые вакцины требуют многократного введения. Польские пациенты получают 4 вакцины против COVID-19 – Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Они требуют двукратного введения, а Johnson & Johnson требуют введения одной дозы. А теперь к другим новостям. Сезонные работники могут бесплатно вакцинироваться в Польше. Врач просто должен выдать лицу электронное направление на прививку, где в поле данные пациента вместо идентификационного номера PESEL нужно выбрать другой документ и вписать номер паспорта. Вакцинация иностранца в Польше проводится бесплатно и будет проходить согласно графику прививок для соответствующих возрастных групп. В Польше полиция ищет человека, чтобы отдать 300 злотых. В Слупске был найден конверт, на котором написано «Матеушу по случаю Пасхи 2021-300 злотых, 28 марта 2021 года, Папа». Сотрудники полиции просят контакты с отправителем, адресатом или людьми, которые могут помочь с доставкой праздничного конверта. Главный санитарный инспектор предупреждает о бактерии Листерия моноцитогенос. В партии сосисок из ветчины, пекоп пюре-пору в кишинке 250 г. Употребление в пищу может привести к заболеванию, которое называется листериоз. Инспектор приказал изъять партию из магазинов Lidl, а производитель Соколов начал процедуру отзыва и утилизации. Продолжение следует...